любители москвы мы с вами на двадцать первом километре кольцевой дороги мкада вот она кольцевая шумит говорить около нее очень сложно поэтому небольшом отдалении вот там у нас москва район орехово-борисово-южная ну а здесь вот совсем как говорится другой край московской области здесь это довольно заметно потому что миссии микрорайоны жизнь идет на здесь как будто совсем другой мир попал ленинский район московской области ну когда то здесь вот на вот этих полях что-то выращивалась это были поля с обхоза ленина вот сейчас видите все бурьяном поросло ничего не растет раньше тут сажали картошку сажали еще что то ну вот прям вот это все все поля были засеяны вот эти вот эти все было засеяно а теперь ничего уже нет видите кольцевая разрослась 90-е годы а еще 30 лет назад я переходил здесь спокойно кольцевую дорогу пешком можно было перейти вот машин было принципе были но не так много то есть принципе вполне можно было вот перейти четыре полосы было ну и переходили а там вот там где сейчас вот видно гаражи да вот это идет ряд гаражей там на лыжах катались можно было спокойно туда на лыжах проехать прям до москва реки вот ну сейчас принципе конечно же можно там где-то немножко по кромке но уже видите кольцевая сильно разрослась она же маленькая тогда было и гаражи конечно уже стал очень некомфортно кататься а раньше прямо одно удовольствие было ну и вот знать такое ощущение как-то раньше с детства еще ну и потом что прямо вот когда переходишь вот эту трубу сделали на 21 километре для перехода в 96 не то 97 году поставили ну в общем когда вот это как раз шло расширение кольцевой дороги вот ну и где на шестом по моему при лужкове вот и такое ощущение вот да когда перебегаешь на раньше кольцевую дорогу или по этой трубе переходишь что прям попадаешь как будто вот волшебным образом буквально через несколько метров совсем другой мир но действительно мы видим здесь совсем на москву не похоже да конечно москве такое трудно себе представить но есть конечно еще остались какие-то места но их уже мало конечно но здесь вот видите прям это вот такая вот березовая лесополоса небольшая ну как бы защитная до чтобы от шума кольцевой дороги как такая буферная зона своего рода специально видно посадили нос он тут одни береза преобладает и мы раньше сюда вот этот лесочек тоже ходили гулять вот и дальше там сейчас мы увидим поля совхоза ленина тоже но они до сих пор ему относятся вот это все бурьяном поросло а там я не знаю сейчас что-то они сажают нет раньше кукурузу сажали кормовую ну и картошку в основном тоже но и другие всякие культуры там носилась там выращивали всякую там разные злаки траву там в общем это каждый год что такое новенькое сажали ну кукуруза там долго росла вот поля прям куку но это кормовая на принципе ну некоторые ели и срывали конечно не очень она съедобная вот вот такой небольшой лесочек березовый по преимуществу здесь вот ноги отдыхали раньше вот а дальше сейчас вот мы увидим вот поле и яблоневые сады тоже вот совхоза ленина а тут мы идем по московской области сейчас москове ленинский район там развилковская это сельское поселение относится но по сути здесь никакого населенного пункта в общем нет просто я говорю все тут территории по сути вся раньше принадлежала совхозу ленина они тут и сады выращивали яблоки всякие там плоды ну и соответственно вот до овощи на полях кукурузу там вот такой небольшой лесочек и дальше вот там огромный такой большой поле ну даже может быть поля там много болей туда еле видно до конца горизонта вот и вот мы прям ходили вдоль этих полей туда дальше в сторону картина там такая деревня картина и вот можно было туда прям выйти через эти поля вот ну вдоль поля идти ну по принципе там такая просек проселочная такая дорожка в общем то там надо и машины тоже мало технические всякие так далее вот ну и люди конечно тоже вот и вот видите значит это поле огромное да а здесь вот сады были раньше были сады совхоза ленина вот здесь тоже выращивали значит ну где-то примерно лет 30 назад ну по сути развалом союза даже скорее 30 25 назад в общем совхоз сети по сути сады забросил все и там отдал все это под садовую застройку короче там садовые товарищи обосновались вот сейчас сначала 90-х годов где-то 90-е годы там восход рассвет и другие ну вот это еще остались сады частично то вот видите поля ну ничего не растет судя по всему или уже убрали вполне возможно потому что уже все-таки сентябрь вот ну или ничего не сажали но я помню что-то не сажали тут кстати еще нефтепровод проходит такие вот эти столбики все нефтепровод так и магистральный проходит очень такой важное значение очень большой длинный вот и вот этот поле здесь раньше кукуруза прям огромный человеческий рост росла там все это было там вот яблоки собирали когда они одичали вот от совхоза ленина вот некоторые ходили по собирать сначала гоняли там сторожа стояли нельзя было ну а потом принципе все наплюнули и в общем может был собирать но когда плюнули там уже яблоки они по сути выродили стали дичками есть их было конечно же тоже прямо скажем ну так вот а теперь ведь что сделали сделали вот этот забор бетонный такой страшный большой длинный забор прямо вот он идет туда 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 до дороги которая идет от развилки вас поселка развилка подмосковно в ленинском районе и дальше туда до слободы через картина все и ну здесь такая же пройти можно вот да вот вдоль забора туда вот вдоль поля вот там картина и дальше туда направо развит ну а дальше то что а дальше упрешься в этот забор то и совхоз ленина он все оградил это произошло тогда когда во первых во первых вот эти вот товарищи тут стали тут в основном сейчас все скупили богатые люди построили огромные особняки раньше просто какие-то такие ну в принципе люди были в общем-то всякие бедные были все а сейчас вот этот в основном богатые такие все коттеджи построили ну тут тут не видно конечно туда надо долети ну и там естественно и охрана и понятно что частная территория поэтому естественно ходить там опасно да и принципе неправильно это ни к чему ну вот а это первое они там все оградились видите вот этим забором раньше все вот сады вот можно было спокойно ходить от раньше никаких тут домов не было все одни сады были совхоза ленина ну вот а там вот еще вот дальше туда к дороге там сейчас вот идет строительство жилого комплекса римской квартал называется ну как бы элитный комплекс типа да многие слышали огромный такой комплекс там уже по-моему один или два корпуса построили остальные еще строят ну вот и совхоз ленин он тоже от него отгородился от этого римского квартала от комплекса чтобы эти поля не захватывал дальше вот и поэтому там теперь все упирается в забор вот мы как-то пошли один раз там еще как-то сначала дырка была в заборе можно было туда пройти к дороге туда выйти и дальше к развилке направо ну а потом уже года два назад там полностью все перегородили капитально и не подлезешь ни под каким видом то есть в принципе это теперь тупиковый путь можно просто туда до конца поля дойти туда и все а к дороге же выхода нет вот такая ситуация ну пойдемте обратно ведь кольцевая шумит даже за это лесополосой вот сейчас а когда вот игру 20-30 лет назад тут вообще был тихо-тихо такое впечатление как будто вообще это сама визита пребываешь другом мире совершенно сейчас да сейчас шум шум даже сюда проникает вот ну и вместо здесь конечно отличное можно погулять другое дело все сесть для отдыха тут ничего не приспособлен но в плане какого-то комфорта там естественно каких-то там разных магазинов там разных площадок так и таких там беседок так далее да этого конечно здесь нет но здесь тема хорошо что вот именно мы почему сюда и ходили постоянно именно вот эта дикая природа нетронутая фактически да воздух конечно просто великолепно ну не передашь конечно через слова да вот но поверьте это просто дышать одно удовольствие полной грудью ну просто великолепно просто великолепно вот здесь вот хорошо конечно гулять вроде маленький такой пространство да но очень хорошие приятно вот сейчас мы перейдем в москву так сказать из-за под москвой в москву это 21 километр мкада и не очки когда расширили сделали вот это вот трубу так куда для прохода иначе просто не пройти здесь вот принципе можно отдохнуть при желании немножко как говорится перекусить если что есть с собой такая вот дорога не ошибетесь просто вот можно выйти прямо за тут где труба и сразу дорожка она в принципе вот идет одна по сути да и вот туда на этом поле приведет здесь нужно пройти тоже здесь гуляли мы ходили туда дальше сторону беседы тэц но мы там еще может быть да здесь вот бурьяном поросло полным на раньше туда посадки были вот здесь такая место пересеченная вражистое протекает речка кузнецовка кузнецовка это приток речки шмелевки а шмелевку от на той стороне протекает как раз вот за этой трубой же в москве но и шмелевка она впадает в городню в речку городню но речка городня уже впадает москва реку около братьево так что вот ведь такая история вот эти 17-этажные дома эти микрорайону тариху борис все были построены в середине 1980-х годов все прям дома вот эти были построены в одно время там за домами тоже школа всякие сады детские и так далее всякие там магазины ну как обычно вся инфраструктура вот потому-то враг сергина еще тоже находится туда чуть подальше туда такой мест вот она кольцевая дорога вышли мы на нее ну шум конечно очень большой тяжело говорить очень ну такая вот дорога десятиполосной получается до 5 плюс 5 и все еще мало хотят расширять вот туда в сторону двадцатого километра там беседы но туда в сторону 22 там 23 километра там как раз каширское шоссе туда вот дальше проход поселок развилка но я думаю там еще будем как-нибудь может быть даже ближайшее время но или я не знаю как получится так сложно сказать все идем в эту трубу давайте посмотрим на кольцевую вот это все там пост ГИБДД раньше был но не ГИБДД ГАИ по сути да сейчас там СОДД центр организации дорожного движения но это в общем по сути одно и то же все равно контролирует потоки ну как обычно эта труба очень грязная видите все тут не посмотришь ничего конечно вот и очень душно когда жарко просто духота невыносимая но вроде подсвечивается вот эта подсветка есть даже вон вроде типа камера какая-то что ли не знаю ну вряд ли камера ну видите даже ничего не видно все прям полностью закоптили чем-то народа здесь очень мало обычно всегда бывают как-то но чё тут делать да ничего принципе нет ни домов в общем то не каких-то предприятий ну по сути ничего такого интересного для народа так что здесь мало кто ходит и здесь ездит 95 автобус только один можно доехать сюда только на 95 автобусе вот остановка она называется Зябликово ну потому что здесь раньше была деревня Зябликово вот она здесь находилась со стороны Москвы вот как раз вот в этой местности на речке Шмелевки ну вот потом на месте Зябликово как раз в том числе вырос вот этот микрорайон 16-й Орехово-Борисово как раз мы видели эти дома вот бело-голубые ну вот она остановочка 95 он давно ездит лет 40 наверное уже этот автобус он из Капотни и дальше вот туда до Домодедовской до Каширки дальше нет сейчас по-моему до Каширки перестал есть он по-моему до седьмого микрорайона стал его укоротили а раньше он до Каширки ездил вот давно давно уже больше 30 лет точно автобус вот ездит он довольно редко ездит в принципе ну в часы пика еще более-менее а так он редкий такой гость ну примерно раз там в 20 а скорее даже в 30 минут вот такой автобусом поэтому иногда его приходится подождать ну вот вот спуск речки Шмелевки вот такие ступенечки такие в никуда называются видите построили ступеньки в никуда они никуда не ведут вот кольцевая дорога видите вот эта труба как раз на 21-м километре остановка ну все пойдемте я единственно сейчас покажу вот там как раз подмосковье Ленинский район вот где мы были как раз да вот эти поля и туда дальше проход на развилку и Картина там тоже всякие садовые товарищества и так далее ну давайте до Шмелевки дойдем речку покажу и в общем закончим на это на 21-м километре ну как мы видим тоже здесь пройти-то не практически невозможно тем более там еще и пост к тому же стоит этот СОДД да так что могут там тоже завернуть ну вряд ли конечно но просто неудобно неудобно то есть дороги никакого прохода туда в сторону 22-го 23-го километра нет ну вот такая небольшая дорожка тут некоторые ходят с 95 автобуса с этой остановки ходят туда как раз в Орехово-Борисово но это хорошо когда вот сейчас погода хорошая видите здесь грунтовое покрытие все время все время вот и здесь конечно да можно еще как-то пройти а представьте зимой допустим да или предположим во время дождя здесь практически пройти очень сложно особенно сильный когда дождь идет ну и зимой очень некомфортно лед скользко просто упасть можно поэтому ну естественно ну тут вот видите на высокой насыпи здесь проходит кольцевая дорога спуск идет к речке Шмелевки здесь небольшого болота сейчас посмотрим и сама собственно речка она небольшая даже больше на ручей похоже течет здесь ну тоже здесь ко мне много идти конечно некомфортно но кстати в этом лесочке тоже можно погулять я думаю может быть отдельно погуляем как-нибудь может быть в этом году может быть следующим я сейчас тоже стараюсь как можно больше по паркам чтобы у нас были побольше прогулок по паркам потому что скоро будет уже холодно и дождливо и зима и там уже не погуляешь конечно смысла нет по паркам гулять зимой конечно это все не то вот это болото на речке Шмелевки вот здесь горбутановский овраг проходит такая балка очень крупная тоже вот как раз на речке Шмелевки ну и тогда дальше речка течет туда вот дальше вдоль Воронежской улицы и туда вот протекает там где вот я сегодня показывал где строят дома как раз вот небольшой круг мы сделали такой а вот она речка Шмелевка как раз вот она маленькая такая речка наверное видно да что-то ну вот там болото небольшое на этой речке заболочилось а это вот она течет здесь и дальше туда вот в сторону Воронежской улицы ну тут практически не пройти по ее берегам конечно здесь все время свалка из советских времен наверное еще чистит периодически а потом опять ну вот она видите речка протекает ну ничего так уж не совсем ручеек да все-таки течение какой-то есть но слабенькая конечно маленькая речка естественно не сравнить там с большими понятно вот ну и дальше туда уже проход к Гурьевскому проезду и далее там в Воронежской можно выйти да прям заросли крапивы ну и вообще всяких разных трав растений деревьев но это особо храняемая зона природная так что здесь все в общем-то не тронуто и так как было много-много наверное десятилетий точно а может быть даже и сотен лет ну давно здесь как вот было в принципе природе да так в общем-то и есть ну вот у нас кольцевая там шумит уже меньше чувствуется да вот уже отошли бы чуть в сторону за деревьями за травами за такими видите как вымахали вот ну и все вот мы побывали с вами на нас в первом километре кольцевой дороге до встречи